Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 22 июня 2019 года. Как всегда, продемонстрирую все изменения, которые произошли за неделю на брокерском счете, на индивидуальном инвестиционном счете, в режиме полной прозрачности. И давайте поговорим о том, что произошло. Общий баланс двух портфелей чуть более 2 миллионов рублей. В принципе, последние новости решения ФРС и всего прочего, они были достаточно позитивными. И учитывая то, что я до этого фиксировал существенную прибыль, сейчас снова, скажем, такой уверенный положительный баланс на портфеле. И давайте пройдемся по изменениям. Изменений было достаточно много. Давайте поговорим о них. В 3М Арчер ничего не происходило. Достаточно приятно. Арчер подрос. Анти-НТ тоже ничего не делал. Бритиш Американ Табака приобрел на брокерский счет, поскольку была коррекция по табачной компании. Соответственно, появилась удачная точка входа. Мне эта компания нравится. Я снимал по ней обзор. Рассказывал вам о данной организации. Была коррекция, и я ее приобрел. Поставил заявочку, она отработала. В таком вот уровне сейчас она повыше, чем была. Так. Ну, в принципе, я ее взял не на долгий срок. Скорее, это для спекулятивной сделки. То есть, давайте посмотрим, когда я ее приобрел. Это было 19 число. То есть, 2,5 дня назад. Вот она прибавила 4,6%. Достаточно приятный прирост. Чуть более, чем за 2 дня. В общем, скорее всего, я ее реализую в ближайшее время. Но посмотрю по ситуации. Компания «Карнивал». Она давно в моем портфеле. Как вы помните, хотел ее объем уменьшить. Но не было удачной точки выхода, поскольку она доходила до минус 2% и останавливалась по текущему отчету. В связи с тем, что были, скажем так, наложены туристические запреты на Кубу, потеряла компания «Карнивал» и другие круизные компании часть своей прибыли. Поэтому прогноз по прибыли был сокращен. И компания упала на, получается, на 12%. Минус 2 она у меня была. Сейчас минут 14. Ну, в общем-то, и бог с ней. Компания достаточно хорошая. Выплачивая дивиденды, значит, будем ждать, когда она будет восстанавливаться. Напомню компанию «Карнивал», «Марафон», «Мэйси» я приобретал в то время, когда не искал особых точек для входа, просто приобретал компанию на долгий срок. По компании «Энерджи Трансфер» немножко докупил. Было у меня порядка 700-800 долларов. Добавил несколько объемов, порядка 10-15 акций. Посмотрел, что инсайдеры очень активно скупают акции данной компании. Посмотрел еще раз по отчетам. Все достаточно позитивно. И решил ее чуть-чуть долю увеличить. Сейчас она под 1000 долларов у меня. Также компанию «Гриф» приобрел. По ней снимал ролик, что в районе 32 долларов она будет интересна для меня ко входу. Значит, в районе 32 долларов я ее приобрел. Давайте покажу. Приобрел в районе 32 долларов, но она еще, 32.15 у меня точка входа, она еще просела. То есть, она 32 маленько побуксовала. И этот уровень прошла на 31.37 на текущий момент. Но все же рассчитываю на ее волатильность, что она покажет себя с лучшей стороны и будет по ней рост, по крайней мере, в ближайшее время. То есть, в перспективе, может быть, она еще ниже сходит, но все-таки ожидаю уровень волатильности и что она подрастет. Но если этого не произойдет, так же, как я в ролике говорил, у нее уровни в районе 30 и 28. Если 30 будет проходить, я еще несколько свой баланс увеличу. Если она вдруг пройдет 28, то там еще раз увеличу. Вот такие вот уровни. Я в нее вошел в район 800 долларов, 815. Как вы можете видеть, те компании, которые я захожу сейчас, около 1000 долларов. То есть, грейв я чуть меньше зашел, чем обычно. Вот с этой, как раз с возможностью ее докупить. То есть, вот такой вот пока план. Но не рекомендую вам этого делать сейчас, потому что все-таки как-то она слишком уверенно прошла 32 доллара. То есть, может быть, она еще пойдет ниже. Поскольку она по-хорошему должна была на 32 задержаться и должен был произойти отскок. Но покупателя не было на акции и продавец достаточно мощный. Поэтому так, будьте осторожны с компанией грейв. Пока не рекомендуем. Так, вот по Мэйси ничего не делал. Марафон Петролиум постепенно откупается. Так, где-то я открыл вкладочку по нему. Покажу, что я его докупал. То есть, это не изначальная точка входа была. И вот два раза докупил его здесь на небольшие суммы. Но, тем не менее, позволило усреднить позиции и его, скажем так, движение к положительному значению происходит более динамично. По нему пришли дивиденды. Но об этом чуть позже я продемонстрирую эту событию. Также появилась у меня компания Шлумберже. Появилась она достаточно случайная. Увидел, что было достаточно много заявок с лайками на эту компанию. Начал готовить по ней материалы, ролики. И, прямо скажу, по фундаменталу она мне не очень понравилась. Но по графику рассматривал. Была неплохая точка входа. Давайте я вам покажу. То есть, точка входа не самая лучшая. Уровень, конечно, у нее был бы здесь. Здесь вот это все читалось очень хорошо по графику. Но, поскольку уже было поздно и она уже вверх отросла на определенный процент. То есть, в принципе, здесь тоже была не идеальная точка, но достаточно приличная на недельных минимумах. Я в эту компанию вошел. Но, если интересно, все же я про нее ролик сниму. И о ее перспективах. Пока она, в общем-то, неплохо растет. Когда я ее приобрел, сейчас я вам покажу. Приобрел ее 19.06. Также это было 2,5 дня назад. Она выросла за 2,5 дня на 6,3%. То есть, тоже достаточно хорошо. И, можете обратить внимание, стал компанией приобретать на сумму более 1000 долларов. Ну, в районе 1000 долларов. Раньше, когда обкатывал все свои методики, оценивал рынок, приобретал на 400-500 долларов. Теперь убедился в том, что, в принципе, риски невысокие. И стал приобретать в районе 1000 долларов, чтобы ощутимее был прирост. То есть, тут получается 69, почти 70 долларов. Уже гораздо ощутимее и интереснее такие вложения. Так, тоталь. Я по ней ничего не делал. Валеро приятно стало восстанавливаться. Уже плюс 10%. Хотя уходило даже в минус. В истрок. Также ожидаю 37.4. У меня по нему планка. Я по 37.4 буду его продавать. Но пока она еще до этого уровня не дошла. Только частично распродалась. Башнефть отыграл дивидендный ГЭП. Но я бы хотел еще увидеть снижение от тех игроков, которые, скажем, не так быстро среагировали на ГЭП. Я надеюсь, что она просядет хотя бы к 1625-1630. Выставлял заявку на эту котировку. Но пока она к ней не пришла. Поэтому планирую несколько увеличить ее объем после ГЭПа. Компанию лента можете увидеть. У меня появилась. Я ее купил вчера вечером. Также по уровням. Давайте я покажу. Вот она лента. Вчера она просела. Я ее приобрел за 197.20. Выставлял заявку изначально на 195 рублей. Это был реальный уровень, до которого она должна была сходить. Но где-то 195.6 появился мощный покупатель. Я смотрю, ситуация поменялась. И решил приобрести ее за 197.20. В принципе, я думаю, что не зря это сделал. Потому что она тут же пошла в 200 рубля. И по ленте какой был план. То есть, первоначальная точка закупки около 200 рублей. И вторая линия, скажем, она в районе 190 находилась. Вот что там ее среднее приобрел. 197.20. Значит, таким вот образом это выглядит. По ленте. Так, по магниту ничего не делал. Гэп прошел дивидендный. Она уже его отыграла. И перешла в плюс. МРСК центра ожидаю в понедельник. Закрытие реестра. Также планирую ее после закрытия реестра еще прикупить обувь России. Как, в принципе, и ожидалось. Непредсказуемость Байбека. Скорее, в принципе, даже предсказуемость. Говорил в прошлых роликах, что не стоит на текущих уровнях в нее заходить. Она была где-то плюс 12%. Что, скажем, определенный объем откупа Байбека закончился. И она вполне вероятно, что может пойти чуть ниже скорректироваться. Но оттуда, я думаю, что все-таки Байбек продолжится. И пока продавать не буду. То есть, прибыли фиксировать пока не стану. Надеюсь, что это будет стабильное явление Байбека, а не разовое. Поскольку, если это было разовое событие, она вернется к тем значениям, в район полтинника, в котором была до этого. В общем, все-таки у меня более оптимистичный прогноз насчет обуви России. Буду ее держать. Видите, компания Пик появилась. Давайте покажу. Купил ее тоже совсем недавно. То есть, тут 20-го числа. Два дня назад. И, в принципе, по ней ничего интересного нет. Мне очень нравится ее уровень роста. Она постоянно движется вверх. То есть, стабильно растет. Это достаточно приятно. И у нее есть дивидендные выплаты. То есть, если брать рост порядка 10% в год плюс дивиденды, это получается порядка 15-16% годовых. Но как-то все достаточно стабильно. Я думаю, что это заслуга руководства. Они достаточно аккуратны и в своих решениях. Поэтому решил компанию Пик купить. Хотя, по фундаменталу, она не очень-то дешевая. Она дороже своих конкурентов. Но можно иногда сделать скидку в сторону эффективности управления. Такая компания, которая несколько выдается из моего портфеля. Предпочитаю недооцененные компании. Но Пик решил купить и посмотреть динамику. Таким вот образом. Солерс показывал приобретение. Хотел ее продать где-то в плюс 4,5-5%. Но вот она до туда доходит и отскакивает. И в районе где-то плюс 1-3% плавает. Наверное, буду ее скоро продавать. Уже может быть подешевле. Потому что средства от нее требуются для инвестиций в другие более интересные компании. Я думаю, тоже будет неплохо. За неделю, за полтора недели. 3% например. Это достаточно прилично. Хотя в принципе потенциал роста у Солерса. Я думаю, что есть. И компания ЮниПро появилась у меня. Компания дивидендная. Один из конкурентов Интерао. Интерао я не приобретаю. В силу того, что компания уже выстрелила. Такие варианты мне не очень нравятся. Поскольку можно зайти на пики. Может быть существенный отыгрыш и существенный минус. Это касательно Интерао. Плюс она выплачивает невысокие дивиденды. А компания ЮниПро. Она, скажем так, чуть менее передовая компания. Но по ней более высокие дивиденды. Ее нельзя назвать компанией роста. Нельзя ожидать, что она выстрелит. Она просто стабильная организация. И плюсом, когда я ее рассматривал, вы видите, что точка входа была достаточно приличная, удачная. Вот я ее купил. И вот она пошла вверх. То есть она пошла вверх на дивидендах. Будет вскоре закрытие реестра. И я удивился, почему люди не вошли в нее раньше. Наверное, в силу малой ликвидности. Вот. Значит, около 8-8,5% годовых компаний ЮниПро выплачивает. Смотрел ее достаточно подробно. В общем, не будем на ней останавливаться. Так вот. Ну, кстати, стабильный рост у нее тоже наблюдается. То есть есть по годовым. То есть тут она все-таки вверх, чем вниз. И плюс дивиденды. Так что компания ЮниПро теперь в моем портфеле. Так, что еще? Портфель по ИИСу. Можете наблюдать. Пришли дивиденды по Инвеско, по Валеро. Синапек закрыл реестр дивидендов. Поэтому видите, такой отскок. Там порядка 7% были дивиденды. Вот. И ВИОН приятно радует. Все-таки не зря я на него ставку делал. Компания достаточно резонансная. Но она уже выплатила порядка 6% дивидендами. И выросла на 10%. То есть около 16% она плюсом за полгода. Так вот. Ну и уже скопился некоторый баланс от дивидендов. Порядка 95 долларов. Возможно в скором времени реинвестирую. И что-то приобрету, что-то докуплю. Буду пересматривать. Так. По событиям давайте покажу. Как это все происходило. Как я все это покупал. Некоторые зрители очень любят этот момент. Что полная прозрачность всех сделок. А кстати вот облигации продал окончательно Трейдбери. Чуть дешевле продал, чем покупал. Но они дают хорошую доходность по купонам. Купоны позволили компании Трейдбери в плюс выйти. Она больше 1%, даже 1,5%, может быть 1,2% в месяц давала выплатами. Больше 2 месяцев у меня пробыли на Трейдбери. Ливинт тут хотел приобрести. Но ливинт я всегда хочу приобрести очень дешево. И практически никогда в эти значения компания не заходит. НКХП также заявки выставляю. Пик купил. Инвеско дивиденды 26,97 долларов. Инвеско подняли дивидендные выплаты. Были 30 центов на акцию. Сейчас они заплатили 31 цент на акцию. Это достаточно приятно. То есть около 3 с копейками процентов они добавили. Так, это пик. Вот Валеров уплачивал дивиденды по ИСу 10,5 долларов. И по брокерскому счету 5,67. Шумберже покупал. Я даже трансфер 10 штук докупил. Пришла выплата по Энджерта. Трансфер 7,47 долларов. То есть дивиденды достаточно приятны. Марафон Петровлю заплатил дивиденды 3,82. В принципе все, тут с фронтиром пытался, но не стал в него уходить. Чересчур он стал волатилен и непредсказуем. Так, это уже какие даты? 17-е. Юни-Про. А, кстати, пришли. Купонная выплата по ВТБ. То есть у меня были облигации в ВТБ, помните. И пришли достаточно приличные по ним купоны. 190 долларов. И, кстати, вот смотрю Сигнет. Я демонстрировал ее покупку. Сигнет я продал при своем, даже где-то в минус доллар. Не стал ждать. Она как-то себя подозрительно вела. И часть акций я продал в хороший плюс. А потом она начала идти вниз. Я ее чуть дешевле, чем приобретал, ее продал. Где-то в минус доллар у меня получился. Но я не жалею об этом, поскольку она еще ушла вниз. То есть это у нас, скажем так, единственная пока операция, в которой я остался при своем. Достаточно неплохая динамика. Ну, в общем-то, вот так вот выглядят операции за неделю. Так выглядит брокерский счет. Что хочу сказать. Если вам интересны инвестидии, вот, например, я ставлю колокольчики по тем же самым лентам. У меня стоят некоторые заявки. Если интересны ролики в формате инвестидии, а не просто рассмотрение компаний по фундаментальным показателям, напишите в комментариях. Возможно, введем такую практику. В общем, точки входа, точки выхода, обзор компании. И сможете установить у себя тоже колокольчики. Колокольчики прозвенят. Вы будете знать то, что, скажем, вы хотите эту компанию приобрести. И будете знать, к чему стремиться. Также, если решили открыть инвестиционный счет, проходите по ссылке. Получайте 1000 приветственных рублей от Тинькова. И если потребуется составление инвестиционного портфеля, также обращайтесь на электронную почту. Всегда рад вашим письмам. Пожалуй, на этом все. Всем удачи в инвестициях. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...